МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ТЕЛЕУРОК Здравствуйте, мальчики, девочки! Зовут меня Ирина Николаевна. Я сегодня с вами проведу урок математики. Улыбнитесь! Надеюсь, у вас хорошее настроение. Откройте тетради, нарисуйте смайлик, соответствующий вашему настроению в начале урока. Здравствуйте, ребята! Математика пришла. Занимай свои места, чтоб от безделья не зевать, полезно голову ломать. Мало иметь хороший ум, главное – хорошо его применять. ТЕЛЕУРОК Арифметический диктант. 320 уменьшить 8 раз. СОРОК Найдите произведение чисел 250 и 10. ДВЕТЫСЯЧИ ПЯТСОТ ЧАСТНОЕ ЧИСЕЛ ДЕВЯТСОТ И ДЕВЯТИ СТО ПЕРВЫЙ МНОЖИТЕЛЬ ЧЕТЫРЕСТО ДЕВЯНОСТО ДЕВЯНОСТО ДВА УМЕНЬШАЕМОЕ – ДЕВЯТСОТ СОРОК ВЫЧИТАЕМОЕ – ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕМУ РАВНОРАЗНОСТЬ? Восемьсот девяносто. СЕМЬДЕСЯТ УВЕЛИЧИТЬ В ВОСЕМЬ РАС ПЯТЬСОТ ШЕСТДЕСЯТ ПРОВЕРИМ ВАШИ ОТВЕТЫ. КАЖДОМУ ЧИСЛУ СОООТВЕТСТВУЕТ БУКВА. РАСПРЕДЕЛИТЕ ОТВЕТЫ ПО ВОЗРАСТАНИМ. КАКОЕ СЛОВО У ВАС ПОЛУЧИЛОСЬ? ДВИЖЕНИЕ. РЕБЯТА, А ЧТО ТАКОЕ ДВИЖЕНИЕ? ЭТО ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КАКОГО ЛИБО ОБЪЕКТА НА ОПРЕДЕЛЕННОЕ РАССТОЯНИЕ. КАКИЕ ПОНЯТИЯ СООТВЕТСТВУЮТ ДВИЖЕНИЕ? ПРАВИЛЬНО. СКОРОСТЬ, ВРЕМЯ, РАССТОЯНИЕ. ТЕМА НАШЕГО УРОКА – РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА ДВИЖЕНИЕ В ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЯх. НА ЭТОМ УРОКЕ МЫ УЗНАЕМ ПОНЯТИЕ СКОРОСТЬ УДАЛЕНИЯ. НАУЧИМСЯ РЕШАТЬ ЗАДАЧИ НА НАХОЖДЕНИЕ СКОРОСТИ ВРЕМЕНИ И РАССТОЯНИЯ ПО УСЛОВИЯМ, КОТОРЫХ ДВИЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ПРОИСХОДИТЬ В ПРОТИВОПОЛОЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ. СМОЖЕМ ПРИМЕНИТЬ ЗНАНИЯ В ЖИЗНИ. ВЫ УЖЕ ЗНАКОМЫ С ВЕЛИЧИНАМИ СКОРОСТЬ, ВРЕМЯ, РАССТОЯНИЯ. И ЗНАЕТЕ, КАК ЭТИ ВЕЛИЧИНЫ СВЯЗАНЫ ДРУГ С ДРУГОМ. Мы УЖЕ РЕШАЛИ ЗАДАЧИ, В КОТОРЫХ ДВИГАЛИСЬ ОБЪЕКТЫ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ ИЛИ НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ. А теперь рассмотрим задачи, когда объекты движутся в противоположных направлениях. И познакомимся с понятием скорость удаления. Задача номер один. Из посёлка вышли одновременно два пешехода. И пошли в противоположных направлениях. Средняя скорость одного пешехода – пять километров в час. Другого – четыре километра в час. На каком расстоянии друг от друга будут пешеходы через три часа? Задачу решим несколькими способами. Первый способ. Чтобы найти расстояние, на котором будут два пешехода через три часа, надо узнать, какое расстояние пройдёт каждый за это время. Чтобы найти, какое расстояние прошёл пешеход, нужно знать его среднюю скорость движения и его время в пути. Мы знаем, что пешеходы вышли из посёлка одновременно и были в пути три часа. Значит, каждый из пешеходов был в пути три часа. Мы знаем среднюю скорость первого пешехода – пять километров в час. И знаем его время в пути – три часа. Можем найти, какое расстояние прошёл первый пешеход. Умножим его скорость на его время в пути. Пятнадцать километров прошёл первый пешеход. Мы знаем среднюю скорость второго пешехода – четыре километра в час. И знаем его время в пути – три часа. Умножим его скорость на его время в пути. Получим расстояние, которое он прошёл. Двенадцать километров расстояние второго пешехода. Теперь мы знаем расстояние, которое прошёл каждый из пешеходов. И можем найти расстояние между пешеходами. Двадцать семь километров расстояние между пешеходами. Ответ – через три часа пешеходы будут друг от друга на расстоянии двадцати семи километров. Второй способ решения задачи. За первый час один пешеход удалился от посёлка на пять километров. За этот же час второй пешеход удалился от посёлка на четыре километра. Можем найти скорость удаления пешеходов друг от друга. Пять плюс четыре равно девять километров в час скорость удаления. Мы знаем, что за каждый час пешеходы друг от друга удалялись на девять километров. Можем узнать, насколько они удалятся друг от друга за три часа. Расстояние двадцать семь километров между пешеходами. Умножив скорость удаления на время, мы узнали расстояние между пешеходами. Ответ – через три часа пешеходы будут друг от друга на расстоянии двадцати семи километров. Гимнастику для глаз проведём. Выполним движение глазами по рисунку. По городу мчатся с утра и до ночи машины всех марок. Красивые очень поедут направо, налево, кругом. Свободны машины и ночью, и днём. Отдохнули и продолжим решать задачу. Задача номер два. Из посёлка вышли одновременно в противоположных направлениях два пешехода. Средняя скорость одного пешехода – пять километров в час. Другого – четыре километра в час. Через сколько часов расстояние между ними будет двадцать семь километров. Чтобы найти время движения пешеходов, нужно знать расстояние и скорость пешеходов. Мы знаем, что за каждый час один пешеход удаляется от посёлка на пять километров, а другой пешеход удаляется от посёлка на четыре километра. Можем найти их скорость удаления. Девять километров в час. Мы знаем скорость удаления и знаем всё расстояние. Двадцать семь километров. Можем найти время, через которое пешеходы удалятся друг от друга на двадцать семь километров. Для этого нужно расстояние разделить на скорость. Ответ. Через три часа расстояние между пешеходами будет двадцать семь километров. Задача номер три. Из посёлка вышли одновременно в противоположных направлениях два пешехода. Через три часа расстояние между ними было двадцать семь километров. Первый пешеход шёл со скоростью пять километров в час. С какой скоростью шёл второй пешеход? Чтобы узнать скорость второго пешехода, надо знать расстояние, которое он прошёл, и его время в пути. Чтобы узнать, какое расстояние прошёл второй пешеход, надо знать, какое расстояние прошёл первый пешеход, и общее расстояние. Общее расстояние мы знаем. Чтобы найти расстояние, которое прошёл первый пешеход, надо знать его скорость и его время в пути. Средняя скорость движения первого пешехода – 5 км в час. Его время в пути – 3 часа. Если среднюю скорость умножить на время в пути, получим расстояние, которое прошел пешеход. 15 км – расстояние первого пешехода. Мы знаем общее расстояние и знаем расстояние, которое прошел первый пешеход. Можем теперь узнать, какое расстояние прошел второй пешеход. 12 км – прошел второй пешеход. Теперь мы знаем расстояние второго пешехода и время. Мы, проведённое им в пути, можем найти его скорость 4 км в час – скорость второго пешехода. Запишите ответ. Мы научились решать задачи на движении в противоположных направлениях и познакомились с понятием скорость удаления. Время нашего урока подходит к завершению. Давайте подведём итог. На этом уроке мы узнали понятие скорость удаления. Научились решать задачи на нахождение скорости, времени и расстояния, по условиям которых движение объектов происходит в противоположном направлении. И, конечно, можем применить знания в жизни. Домашнее задание. Составьте задачу на противоположное движение. Оцените наш урок в виде светофора. Зелёный свет светофора. Я всё понял на уроке и могу объяснить товарищу. Жёлтый свет. Я усвоил тему, но объяснить не могу. Красный свет светофора. Эта тема для меня трудная. Урок окончен. Спасибо за работу. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...